Жиля, пихту еще. Пихту, пожалуйста. Пихту на бис. Народ слышал послушать пихту. Пихта это шедевр. Вот она пихта. Все, пихту, потом перерыв. Морковый ремень. Сейчас, подожди. Очки запутались в шарфе. Шарф, шарф. Глаза не стоит открывать, а то увидишь, что попало. Упала пихта на кровать. В игрушках стареньких упала. Ее придется поднимать. Дожди поправить и гирлянды. Бутылки спрятать под диван. И поиграть с гостями в фанты. Ну, а пока она лежит в твоей кровати, эта пихта, она Бордо. Бордо Бриджит. И ты ей заявляешь хрипу. Какого хрена ты, мадам, легла б вдоль моей постели? Раздену и пропью, продам. Твои игрушки отблестели. Но не умею делать я по-человечьей крестовину. Зачем ты, увольная звенья, иголки мне воткнула в спину? Она лежит и не молчит, а как ни странно отвечает. Ее слова, как кирпичи, она кричит. На взлете чайник. Дверь не закрыта на замок. Мобильник залит корвалом. Портрет Луиса Карвалана в болеводном тазике промок. Твои семейные трусы уже три дня висят на люстре. Валеты, дамы и тузы с окурками в морской капусте забыли, где колода карт. А в домино играет кошка. Те, говорит, деньги не рад, а то ума совсем немножко. И ты, встречая эту речь, немедля поднимаешь пихту. Все выключаешь, чайник, плитку. И обещаешь ей беречь ее и даже ее мать. Лишь только бы она молчала. Но все случается сначала. Упала пихта на кровать. Пишите. Пишите.